О повышении зарплат шла речь на встрече, которая во вторник состоялась в администрации Саратовского района. К диалогу пригласили руководители тех предприятий, где доходы не дотягивают до среднеобластных показателей. Планку ранее установил губернатор Валерий Радаев. В сельском хозяйстве порядка 31 тысячи рублей. Районный показатель пока ниже. В среднем 27 тысяч. Рынок отрегулировали так, что продукцию продают, банковские кредиты доступны. Обновление техники по различным программам беречь не хочу. Если вы не будете принимать меры, к которым мы вас призываем, поверьте мне, что сегодня у государства к вам возможности, вас в принудительном порядке заставить это сделать. Мы четко выполняем указания нашего руководства, первую очередь губернатора, и вопросу повышения зарплаты уделяем самой пристальное внимание. Эта работа ведется системно, и вот это заседание в течение года не первое. В целом, по району вы услышали статистику о том, что мы к уровню прошлого года подросли по поступлению по доходу налога. Значит, у нас это рост примерно 114% идет. Денежное выражение это свыше 5 миллионов рублей дополнительно получили. Но я думаю, что в результате сегодняшнего совещания мы дополнительно, конечно, получим деньги. Подобные совещания, как отметил Иван Бабошкин, всегда проходят с представителями прокуратуры и налоговой инспекции. Одна из важнейших тем – вопрос теневой занятости. Два человека, два сотрудника. Мне скажите, может два человека обрабатывать сколько-то полей, технику и все прочее. Конечно, мы все прекрасно понимаем, что эти люди остальные у вас не проведены. Это серые заработные платы. Опять же, заработные платы снижены. Мы понимаем, что не может человек, и он, как правило, сказал, за 19 тысяч не может работать на компанию. Будет получать гораздо больше. Значит, где-то скрытие дохода, где-то скрываете свои приводы. НДС и все прочее. Давайте и придем к какому-то определенному моменту, который устроит и вас, и, как говорится, платить нужно бюджет. НДФЛ – основной налог, который поступает в местный бюджет. За счет него, сами прекрасно понимаете, содержатся школы, детские сады, зарплаты бюджетников. Это основной доход местного бюджета. Период пандемии – тяжелые испытания для экономики всей области. И Саратовский район – не исключение. Однако многим предприятиям на территории района удалось не только сохранить уровень заработной платы, но и рабочие места. Сегодня тема нашего мероприятия была увеличить заработную плату. У нас в течение этого года была задача сохранить рабочие места, сохранить возможность людям работать, а нам, как бизнесу, иметь этот производственный потенциал для того, чтобы его реализовать. Одной из хорошей поддержки во время пандемии – это была возможность нам два месяца продержаться за счет пошива масок. Нам дали возможность работать предприятию. Наши швеи сохранили наши предприятия рабочие места для всех остальных. Несмотря на работу в условиях пандемии, как отмечает Иван Бабошкин, поступление налоговых платежей в районе не снижалось. Более того, есть даже небольшой рост. Планируется к концу года выйти на 105-106% по сравнению с предыдущим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова